Добро пожаловать в нашу студию. Давайте немного поподробнее остановимся на некоторых моментах нового законопроекта, касающегося реформы жилищно-коммунального хозяйства. Во-первых, КСК перестанут функционировать и появится такое объединение собственников имущества. Чем оно будет отличаться от предыдущих? Как вам известно, в настоящее время в Министерстве по инвестициям и развитию Республики Казахстан разработан законопроект о внесении изменений дополнений в некие законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Для разработки законопроекта была создана большая рабочая группа, которая работала в период с декабря, с ноября прошлого года и по июль этого года. Законопроект в настоящее время внесен в Можлис парламент. Это сегодня была первая презентация данного законопроекта на заседании Можлиса. Соответственно, суждались многие проблемы в сфере ЖКХ. Как известно, действующий закон о жилищных отношениях в настоящее время не отвечает всем тем требованиям, которые необходимы для собственников помещений. Так называемые КСК в настоящее время стали многодомными. То есть один КСК обслуживает 5, 6, 10 домов, есть КСК, которые обслуживают и 100 домов, но при этом они должны были открывать на каждый дом отдельный счет. Но многие КСК этим пренебрегают и, соответственно, при сборе денег с 10 домов жильцы каждого дома не видят целевой расходы данных денег. И, соответственно, это вызывает большие нарекания жителей, видят, которые не прозрачны в сфере расходования, не видят тех затрат, которые осуществляет КСК в отношении их дома. Жителю неинтересно, что делается на соседнем доме, при этом он радует за свой дом. Теперь законопроектом предлагается основной принцип – это один многоквартирный жилой дом, одно объединение собственников имущества и один счет. То есть схема такая. Объединение собственников имущества – это те жильцы в одном МЖД. Созывается общее собрание жильцов. На этом общем собрании решается вопрос о регистрации объединения собственников имущества. Это избирается из числа жителей, желающих. Если есть желающие, то председатель. Это всегда тяжело. Да. Если председателя нет, то, соответственно, решением собрания должно быть принято решение о найме наемного менеджера. Соответственно, все те, которые КСК, вы говорите, работают в настоящее время, дается полугодовой срок для того, чтобы привести в соответствии с законом. То есть те КСК, которые работают сейчас в статусе управляющих компаний или сервисных компаний в течение полугода, должны перерегистрацию пройти и, соответственно, стать тем субъектом, который по-настоящему они и являются. И данные субъекты сервисных или управляющих компаний должны работать на основании договоров с объединением собственников имущества. И, соответственно, что даст данный принцип? Одно объединение собственников имущества будет иметь один счет на текущие расходы и один счет на капитальный ремонт. Соответственно, законопроектом вводится, значит, единая информационная система жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства. Это будет республиканская база. В этой базе будут заложены все данные по многоквартирным жилым домам республики. И каждый житель, имея электронно-цифровую подпись, сможет под своим именем заходить в данную систему и видеть движение денег, целевой расходов денег на ИОДУ. Также он, принимая участие в данной системе, может осуществлять голосование, подавать жилы. Кстати, да, насчет голосования. Сегодня депутаты как раз-таки возмутились тем, что это несправедливо. Если, например, квадратных метров у кого-то больше и уже не первая квартира, то, естественно, там уже... При разработке законопроекта был учтен опыт Германии и России, где голосование проводится площадями, долями. Соответственно, эта схема была положена в наш законопроект. Житель, имея, например, один имеет 50 квадратных метров квартиру, а другой имеет 200 квадратных метров. Ну, соответственно, эти жильцы несут различную составляющую, финансовую составляющую при оплате эксплуатационных расходов. То есть житель первой квартиры платит с 50 квадратных метров, а второй платит с 200 квадратных метров. И, соответственно, его расходы намного больше той квартиры, первой квартиры. И, соответственно, по нашему мнению, он должен иметь больше голосов при принятии решения по какому-либо вопросу. Но при этом обязательно участие двух-третьих собственников квартиры и нежилых помещений на общем собрании. То есть этого никто не отменял. Это обязательно курум должен быть. И мы считаем, что если на первых этажах собственники нежилых помещений, это будет первый этаж, а остальные собственники, это жильцы, их будет намного больше. Кстати, вот собственники нежилых помещений, они ведь тоже несут расходы? Да, действующая редакция закона, статья 37, гласит, что собственники нежилых помещений не обязаны участвовать. В данном проекте закона мы предусматриваем, что собственники нежилых помещений обязаны участвовать во всех расходах на содержание общего имущества объекта кондоминиума. То есть владельцы нежилых помещений, коммерческих помещений, они несут финансовую нагрузку даже больше, чем жители. Законопроектом предусматривается, что общее собрание жильцов может устанавливать повышенный тариф для собственников нежилых помещений в размере 100% к тому уровню, который оплачивают жильцы. Если жильцы оплачивают, например, с квадратного метра 50 тенге, то владельцы нежилого помещения могут на него поставить ставку 100 тенге с квадратного метра. То есть увеличить, да? Да, увеличить в два раза. Вот норма про накопление средств на капитальный ремонт. То есть получается, как раньше, не будет государственной поддержки? Вот данная норма, она была введена в 2011 году. Был произведен расчет в зависимости от приблизительной стоимости капитального ремонта на МЖД. С 2011 года данная норма была введена. 0,02 МРП с каждого квадратного метра должен каждый житель оплачивать. То есть не секрет, что МЖД является общим имуществом. Расходы по содержанию данного МЖД должны осуществлять сами жильцы. И дом, по истечении некоторого времени, он приходит в то состояние, которое потребует ремонта. И вот эти 0,02 МРП, ежемесячно собирая и откладывая банка второго уровня, позволяют по истечению 10-15 лет осуществить ремонт. Законопроектом мы предполагаем, что заберегательный счет должен открыться в банке второго уровня, на котором будут аккумулироваться данные средства. Также есть возможность участия Жилстрой Сбербанка в этой схеме, потому что он тоже является банком второго уровня. Предполагается, что Жилстрой Сбербанк будет выдавать дополнительные кредиты на капитальный ремонт для обменения собственников имущества. Получается, что следить за своими деньгами все-таки люди смогут уже в режиме онлайн. Да, не отменяются, конечно, и письменные опросы. То, что многие сейчас поднимают на страницах прессы и в телевидении. То есть мы не исключаем такую возможность, что если пока нет системы заработать, и она не везде будет сразу подключена, то, соответственно, лица могут работать по старой схеме. Значит, письменные опросы, участие в общих собраниях, оформление протокола. И, соответственно, если где-то уже будет эта система заработать, то данные протоколы будут сканироваться и, соответственно, закладываться в данную систему. Маргулан Дженихсович, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Успехов вам! Спасибо! Я напомню, уважаемые телезрители, что у нас в гостях был Маргулан Абдекаримов, заместитель директора департамента Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, а также член рабочей группы по разработке новой реформы ЖКХ.